Портрет Любовь Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна». Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «Порсуны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Ольга Дмитриева. Ольга Александровна, я очень рад вас приветствовать. Взаимно. Это была моя мечта позвать не просто учителя, а директора школы. Вот мечта сбылась. Я вам на всякий случай напомню, что у нас пять частей в программе. Вам и тем, кто вдруг смотрит нас только впервые сегодня. Вера, надежда, терпение, прощение, любовь. У нас есть, я вот забыл вам про это сказать, такой, ну, возможность это громко будет сказать. Сейчас принято говорить опция, вопрос гостя ведущему. Но это остается, естественно, целиком и исключительно на ваше усмотрение. Вот, собственно, и все. И перед тем, как мы к первой части перейдем, вот, как я вас предупреждал, я вас попрошу, ну, как бы представиться. То есть сказать именно как бы, не формально представиться, а вот сказать о себе то, что вы считаете важным сказать сегодня. Это я вам даю время подумать, да? Здесь и сейчас. Как вы отвечаете на вопрос, кто я? Ольга Александровна Дмитриева, директор Московской Шуваловской школы номер 1448, выпускница Московского педагогического государственного университета, педагог начальных классов, общий стаж 24 года, обладатель почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации, «Мама двух дочерей». Дмитриева Ольга, мама, педагог, ищущая православная женщина. Учитель такая профессия, где ты все время делаешь домашнее задание. Есть ряд деток, которые воспринимают тебя, ну, вот ты нужна, пока ты нужна. Если я правильно понимаю, вы по образованию учитель начальных классов. А вот скажите, пожалуйста, я еще хорошо помню это время, когда дети идут в первый класс, не свое, вот уже своих детей свое, помню, хуже, и всегда замечал, что при всех там страхах, каких-то шутках, да, ой, школа там, это все-таки время такой вот надежды и веры в учителя. Причем вот нам говорили, мы искали учителя, вот даже не школу, а учителя, педагога. А вот как оправдать эту веру? Что здесь для учителя самое главное, когда он видит вот эти глаза там 6-7 леток, как с этим жить? Вы знаете, мне кажется, в любой профессии, вот в первую очередь, надо быть нормальным, порядочным человеком. Человеком, который развивается, человеком, который есть какой-то самый главный, нравственный стержень, и развиваться в своей профессии. Также я нашим учителям советую, ну, смотреть на все с точки зрения ребенка, с точки зрения родителя. Ну, вот, например, задает учитель, ну, я не знаю, какую-то домашнюю работу такую сложную, ну, там, сделать какой-то замок из какого-то, не знаю, природного материала, да? О, да, вот, знаете, я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю, мои хорошие, ну, вот вы представьте просто обычную семью. Люди пришли с работы, уставшие, после 8 вечера, спрашивают у деток, все ли ты сделал? Говорят, мам, мне нужен какой-то замок из природного материала. Где этот природный материал? Где? Я говорю, ну, вот, не нужно делать таких вещей. Поэтому мне очень... А учителю кажется, что это же креатив такой, да? Вот он две ночи не спал, придумал, сделать замок из... Конечно, или ты там задал то, чему не научил. Там, я задал, сочини загадку. Я говорю, стоп, ты научил вообще сочинять загадку, да? Ты рассказал, какие они бывают, как ее вообще сочинять, на что обращать внимание. Они у тебя потренировались на уроке, да? И ты вот какую-то головную боль перекладываешь на родителей. Поэтому, мне кажется, очень важно вот заземляться иногда. То есть не терять связь с тем, кого ты учишь, там. Или врачу с пациентом, да, священнику с прихожанином. Да. Немножечко иногда смотреть в его глаза. Ну, а вот все-таки вот то, о чем я сказал, вот эта вера ребенка в учителя, она есть или это мне так кажется? Вот все-таки потом же это меняется, да? И по отношению к родителям у детей меняется, по отношению к учителям. Мне кажется, начальная школа, это когда вот, а вот нам, там, Ольга Александровна сказала, да? Ой, Владимир Владимирович, честно вам скажу, мои наблюдения показывают, что сейчас немножечко это изменилось. Изменилось, да? Изменилось. Вот когда я начинала свой путь, когда я впервые пришла работать учителем начальных классов много лет назад, я чувствовала эту отдачу, я чувствовала, что мне верят, даже если я ошибаюсь. Я чувствовала какую-то вот беспредельную веру в меня, действительно, учитель с большой буквой. Причем и со стороны родителей, и со стороны детей. А сейчас я не могу так сказать, потому что вот это время, когда нас называли услугой, она немножечко сделала свое дело, то есть не все, опять же, я не обобщаю, но есть ряд деток, которые воспринимают тебя, ну вот ты нужна, пока ты нужна. Как продавца в магазине, да? Совершенно верно, как репетитора. То есть нужно что-то от тебя получить, мы получаем, и вот, а дальше иногда с тобой не здороваемся. А что с этим делать? Я очень надеюсь, что мы это переломим. Во-первых, у меня есть вера в то, что сейчас все-таки вернули воспитание школы. Я, честно говоря, ставлю на это. Мне кажется, вот только вернув воспитание в образовательный процесс, мы и переломим эту ситуацию. Александр, ну вот я не хочу, так сказать, здесь подвергать сомнению вашу веру, я тоже в это верю, но вы же понимаете, что там в министерстве, спасибо им большое, вернули, но эта декларация там, где-то это написано, да? Все равно учитель всегда воспитывает, и те годы, которые воспринимались как услуги, тоже, ну как мне кажется, да? Вот педагог воспитывает всем, как он выглядит, как он говорит. Я вот опять же не хочу никого обижать, но я помню в той старой советской школе, когда не было еще ничего, но я вот запомнил с первого класса две вещи, что учительница нас называла кусками мяса, вот сидят не люди, а куски мяса, я это не придумываю же, и что она говорила, доведут учителя до белого коленя. Ну вот, и она такая была еще корпулентная дама, и кричала, доведут учителя до белого коленя, и я думал, как я могу довести, хотя сейчас я понимаю, как, глядя на своих детей, но это тоже было, да? Ну вот вернули воспитание, это же автоматически не поменяет ситуацию. Вы знаете, все-таки в прошедшие годы немножечко это ушло, я объясню, был очень сильный упор, причем и педагогов, и семей это касалось, все-таки на образовательные результаты. Вот результат любой ценой, 100 баллов на ЭГЭ, только пятерка. И когда ты идешь на результат, ты забываешь какие-то другие вещи, но нельзя результат любой ценой. То есть это все-таки переформатировало и вас тоже, да? Я имею в виду учительскую корпорацию, которую заставляли гнать строку, да? Да, акценты были расставлены немножко иначе, потому что я помню, когда мы работали много лет назад, вот я писала конспект урока, тщательно готовилась, я должна была в каждом уроке выделить три задачи. Образовательная, воспитательная и развивающая. И попробуй, если у меня в каждом уроке не будет воспитательной задачи, то потом это ушло. Потом все-таки перекос был в сторону предметных знаний. Дай только знания. А вот эта воспитательная история все-таки упускалась. А вот скажите мне, пожалуйста, я все-таки имею какой-то опыт преподавательский, но вузовский, он совсем другой. Я вот совершенно говорю вот искренне и, так сказать, имею в виду каждую букву этой фразы, я преклоняюсь перед учителями, потому что я бы вот в школьную аудиторию не решился бы зайти, особенно там среднее, младшее звено. Но вот когда вы говорите там конспект урока, вот составляющие, нет здесь какого-то избыточного инструментализма. А здесь я, значит, поговорю о воспитании, ведь все-таки это же искусство. Искусство – это, ну, так сказать, сделайте из натуральных материалов замок. Нет? Нет здесь такого. Я с вами согласна, что это искусство, что это призвание, более того. Но я считаю, что каждый урок должен быть подготовлен. Нельзя выходить к детям, вот чисто лист, что-то я сейчас наговорю. Самое ценное, что у нас есть, и что есть у ребенка, это его время. Если ты это время, вот эти 45 минут используешь неэффективно, но это как-то преступно, я считаю, по отношению к ребенку. И вы правы, говоря о том, что, конечно, мы воспитываем и обучаем своим примером, своим внешним видом, своей манерой говорить. Но мы должны честно признаться, что школы и педагоги – ну, это часть общества, да, и мы вышли из одних песочниц. И мы все разные в силу своего характера, своего уровня культуры, воспитания. И, конечно, есть разные педагоги, разные управленцы в этой сфере. Да, и нельзя здесь, наверное, обобщать, и бывают ошибки серьезные. Но у нас, конечно, есть некий идеал, некие образцы настоящей педагогики, к которым мы стремимся. Все-таки учителя такая профессия, где ты все время делаешь домашнее задание. Кстати, это единственное, что мне не нравилось в моей профессии. Я каждый вечер делаю домашнее задание, где я должна постоянно развиваться вместе с технологиями, вместе с ребятами, которые часто бывают умнее тебя. Ну и вообще, наверное, развиваться как личность. А вот вы сказали ученики, которые знают больше вас. Это ведь, наверное, тоже, могу ошибаться сейчас, это тоже, наверное, новая постановка проблемы. Да, вот я был всегда таким примерным отличником, но я не думаю, что... Ну, то есть я много читал, но я не думаю, что мне вот в голову, когда я учился, я мог спорить, вот у меня был любимый учитель по литературе в старших классах Эльвира Николаевна Федорова, дай бог здоровья, но я не думаю, что у меня была мысль, что я знаю больше... Вот я мог с ней не соглашаться, но считать, что я вот... Наверное, это было невозможно. А сегодня это по-другому, да? Да, вы знаете, вообще была мода такая, по-моему, сейчас тоже есть, вот деток, причем дошкалят, вот к раннего развития, да, когда трехлетки нас удивляют какими-то энциклопедическими знаниями, там, не знаю, пять языков, и вот они такие перед тобой смышленные, действительно рассказывают тебе какие-то вещи, которые ты действительно не знаешь, там все виды динозавров перечисляют, например, и в этот момент, да, ты чувствуешь, что ты где-то что-то упустил. Но я все-таки хочу напомнить, что, да, познание, ну, в принципе, и медвежонку можно научить кататься на коньках, можно натренировать, но это все равно трехлетний ребенок, у него все равно психика на три года, и это надо учитывать, поэтому здесь я всегда с осторожностью советую родителям, ну, не нужно, вот закон работы где-то прибыло, где-то убыло, вот все-таки золотая середина, не надо перебарщивать в этом раннем развитии. Мы начали с веры ученика в учителя, да, и поняли, что тема такая непростая, а учитель в ученика должен верить? Обязательно. А в чем это проявляется, выражается? Знаете, это выражается в том, что ты не должен ставить клише на ребенка. У меня иногда были такие случаи, ну, к директору кого водят, ну, если уже все, какая-то ситуация, да, единственная страшилка бабыга, которая есть, да, сейчас мы тебе где-то, и вот он иногда ко мне приводит. И говорит, Ольга Александровна, ну, все, прям нет сил, я говорю, ну, ладно, ведите ко мне. Введите? И приводит пацана, ну, действительно, но шебутной, но хулиган, но хороший парень, но хороший парень, и то, что он хулиганит, ну, понятно, у него демонстративный стиль поведения. И это моя задача поговорить с ним таким образом, чтобы не ставить ему клише, чтобы вся школа не потеряла веру в него, что вот хулиган ничего из тебя не выйдет. Все-таки надо делать ставку на лучшее в ребенке и постараться вот это развивать, а не на худшее. Я, наверное, иногда теряюсь, когда встречаю ребенка, у которого нет мечты. Причина вот какого-то инфантилизма, ребят, да, мы пытаемся наших деток уберечь от страданий. Здесь, естественно, такая линия выстраивается, наши дети, наше будущее, наша надежда и так далее. И вот этот вопрос, какие они, это же предмет не только обсуждения, там, родителей, учителей, преподавателей. Вот что вас, вот в нынешних ваших учениках, ну, не знаю, всех, да, наверное, ну, я имею в виду всех, не всех, а каждого, да, вот всех с первого класса, там, по одиннадцатый, что больше всего радует, вот в чем вы видите надежду, а что огорчает? Может быть, по сравнению с тем, что было, или без сравнения? Да, вы знаете, я вообще хочу сказать, что я связываю свои надежды с детьми, с нашими детьми. Я правда верю, что наши дети будут лучше, чем мы, мне очень нравится это. То есть это для вас не просто такая фраза, наши дети будут лучше, чем мы? Это не просто фраза, потому что все-таки я в силу своей профессии имею возможность наблюдать за большим количеством детей. У меня три тысячи детей от трехлетнего возраста до восемнадцати. А у вас есть еще эти... Да, и дошкольные группы есть. Я все-таки стараюсь наблюдать. И мне кажется... Я вообще не склонна вот брюзжать всей серии вот проблемы отцов и детей, какие... Но мы поговорим об этом еще. Да, хорошо. Нет, я вижу. Знаете, как мне кажется, что вот процент добра и зла в обществе, он примерно одинаков. И в каждом поколении вот процент, условно, плохой, хороший человек, он тоже примерно одинаков. То же самое с ребятами. Я вижу очень много талантливых ребят, которые, правда, учатся не для себя. Они действительно хотят изменить мир, хотят улучшить жизнь в нашей стране. Они пытаются сделать что-то интересное для школы, для одноклассников. Они свободны, они не боятся совершить ошибку. Они, вот знаете, не застегнуты на все эти пуговицы, не в образе, не пытаются соответствовать, чему-то соответствовать, какой-то идеальной картинке. Они свободны в этом плане. Мне это очень нравится. Что меня расстраивает? Меня расстраивает, и я, наверное, иногда теряюсь, когда встречаю ребенка, у которого нет мечты. Мне попадалось. И я сама пыталась ему подсказать, может быть, ты об этом мечтаешь? Или, а может быть, даже из серии, не хочу учиться, а хочу жениться, хотя бы какой-то интерес к противоположному. Ну, хоть о чем-то ты должен мечтать. И, знаете, нет, и пустой взгляд. Пустой взгляд, какой-то инфантилизм, вот это меня расстраивает, потому что такие дети мне встречаются. А почему важно, чтобы у ребенка была мечта? Ну, нет мечты, ну... Мне кажется, что это какое-то бессмысловое существование, и это как-то страшно, когда тебе не к чему стремиться, когда ты просто свою жизнь замыкаешь на физиологических потребностях, и больше ничего. У тебя нет смыслов, у тебя нет каких-то желаний, у тебя нет целей в жизни. Ну, это такое существование без компаса. Много таких, на ваш взгляд? Немного, слава богу. Ну, процентов 15, наверное, я могу так в каком-то инфантилизме пребывать. А у вас есть объяснение, с чем это связано? Есть. Вы знаете, с чем я, вот, что я наблюдаю? Многие наши родители, и вообще мы как родители, даже никто не учил быть родителями, да, нет таких институтов. И мы как-то вот, кто-то как тебя воспитывали, кто-то лишь бы не как тебя воспитывали, да, от противного. Кто-то или вообще в каком-то попустительстве, а кто-то пытается быть идеальными родителями. И как будто есть такой вот набор, сундучок под названием «Идеальный родитель». Что это, да? Что ты должен дать своему ребенку? Ну, во-первых, ты сам должен быть какой-то очень идеальный, и ребенок должен видеть тебя каким-то идеальным, плюнуть уж некуда, да? Во-вторых, ну, обязательно языки, какой-то модный спорт. И какой-то вот набор, обязательно он хорошо должен учиться, и почему-то ты замыкаешься вот на этом. И вот здесь, мне кажется, главная ошибка, и плюс еще на это накладывается какой-то взгляд, что ошибки твоего ребенка – это твоя ошибка, а ты не можешь ошибаться. А это не так. Это не так. Вообще, я всегда советую родителям, вот, мне кажется, что такое самое главное в воспитании – это честность. Честно посмотри и на ребенка, и на себя. Если ты хочешь обманываться, это твое дело, но иногда это самообман, он очень дорого потом стоит. Это как с диагнозом. Когда ты знаешь, чем ты болен, да, ты хотя бы знаешь план лечения, то то же самое. Ты видишь какую-то червоточинку уже, ну, какое-то не очень хорошее проявление в ребенке, чем раньше, ты на это честно обратишь внимание, там, да, он упрямый, да, он соврал, да. Если ты будешь находить этому какие-то оправдания, чтобы… Ой, да нет, ну, Ольга Ивановна, ну, что вы, ну, это вы что-то перепутали. Он не такой, да? Он не такой, но я же его лучше знаю. Я говорю, это ваше право, пожалуйста, но лучше прислушиваться все-таки каким-то таким звоночком и подправлять себя. А вот, Ольга Александровна, вот интересно, вот вы сказали, да, что вы там советуете родителям, а вот это что? Это ваша обязанность советовать? Вот положение обязывает? Вообще это же, вот я так подумал, да, это же все-таки надо почувствовать в себе это право, да. Да, мы, конечно, ничего, как Ларшфуко говорил, не раздаем с такой легкостью, как советы, но вот меня всегда, мне всегда тяжело, когда у меня там просят периодические советы, я всегда говорю, вы знаете, я совет давать не люблю. Я очень редко в чем-то уверен. Я говорю, можно так, можно иначе, да, просто человек должен сам выбрать. Вот вам сложно давать советы или это вот, так сказать, ну, я директор, а что еще делать? Нет, вы знаете, я очень аккуратна, во-первых, к сожалению, есть такой профессиональный взгляд, и я стараюсь не обижать своих друзей, если я прихожу в гости, я вижу детей, и, к сожалению... Вы сразу же так, этот хулиган, эта отличница, этот... Ну, к сожалению, какой-то профессиональный взгляд присутствует, и я стараюсь его прям вот подальше убрать, да, чтобы просто не обижать, если меня не спрашивают. Но все время спрашивают наверняка. Ну, не всегда, больше, наверное, там, в какой кружок отдать или что-то такое, не по воспитанию советы. Честно говоря, я себе позволила давать очень аккуратные советы, когда меня спрашивают, только тогда, когда вырастила своих детей. У меня две дочки, одной 24, другой 17, и вот когда я убедилась, а у меня была вот главная цель моего воспитания как мама, я все-таки хотела вырастить порядочных людей. Вот почему-то у меня это всегда было на первом месте. И вот когда я убедилась, что у меня получилось, и плюс, конечно, мое образование, все-таки специалист, да, в определенной области, и плюс опыт работы. И вот только тогда я позволила себе давать советы, ну и то, что это мое наблюдение. Вот присмотритесь. Может быть, вам очень мягко, не категорично. Я вообще стала уходить от категоричности. Александра, просто очень много вопросов и не так много времени. И я, у меня есть гипотеза. Ну, перед тем, как ее высказать, я ситуацию пишу, может быть, вы с самим описанием не согласитесь. Вот что меня удивляет. Я ежегодно, как преподаватель вуза, встречаю где-то около 200 новых студентов, да, первокурсников. Мы общаемся, они сдают устные экзамены, там, семинары, пишут работы контрольные. И есть у меня маленький мастер-класс, там 10 человек тоже каждый год новый. И это все вот с 95-го года происходит. Что я вижу? Я, когда слышу про школу, а сейчас вот мы сталкиваемся уже, я как родитель, я вижу, что там есть какие-то допы. Они что-то изучают про Византию, о которой я там до института ничего не знал. Там еще что-то еще. Вот про динозавров искали. У меня 8-летний пацан, значит, меня изумляет. Он их всех знает. И вот они приходят ко мне на первый курс. И если раньше был вопрос, сколько из там шести великих романов Достоевского вы прочли, то сейчас вопрос, можете ли вы назвать хотя бы три? И вот любимая моя история про то, как пытались девушки подсказать братья Карамазовы, я говорю, ну как же, великое последнее произведение Федора Михайловича, первое слово братья, она говорит, точно Стругацкие. И понимаете, вот мы порадовались только тому, что хотя бы знают, что были такие братья Стругацкие. Но, так сказать, в сторону лирику, да, моя гипотеза какая? Вы их учите, они развиваются, они ходят на допы, играют, пляшут, стреляют, борются и так далее. Приходят они в 10 класс, и вы все говорите, дети, а теперь мы готовимся к ЕГЭ. И вот эти два года, они просто стирают все то, что, ну не все, я условно говорю. Вот имеет эта гипотеза права на существование? Нет, я по-другому не могу объяснить, почему ко мне приходят победители всероссийских олимпиад по литературе, и они не узнают фразу «королева восхищения». Я тут просто не знал плакать или смеяться. Говорю, ребята, ну это же Булгаков, это же любимый всеми персонаж произведения. Как вы победили всероссийской олимпиаде по литературе? Вы правы, Владимир Романович, есть такая проблема. Да, это действительно сейчас в современной школе имеет место быть. Ну я рада хотя бы до 9 класса мы даем образовательный стандарт того, что должен знать ребенок, выйдя после 9 класса из школы. Но потом, 10-11 класс, это правда, что идет гонка уже по подготовке к ЕГЭ, и большая часть внимания уделяется только тем предметам, которые тебе нужны. Остальные практически, ну по минимуму идут. Но они забывают? Вот они же знали много. Это что? Это естественно, вот почему? Вы знаете, еще мне кажется, что сейчас у ребят такой перегруз информации. Вот мои наблюдения за последние 10 лет, очень программа идет вперед. Например, вот вспомните, я не знаю, вас мама рассказывала, вот моя мама рассказывала, что вот мы в первом классе полгода писали палочки. Я вспоминаю, мы уже там что-то, мы пришли не читающие, что-то нас учители пишут. Сейчас эти приходят читающие, пишущие, считающие, чуть ли не логарифмы. Я немножко, я говорю, зачем вы бежите в программе, там каждый день новые темы. И такой объем информации, что понятно, что ребята не справляются с перегрузкой, и что-то у них вылетает просто. И им бы запомнить что-то самое, что им необходимо. Но есть такое, есть. И я тоже очень переживаю, что последние годы, да, это тренировка на ЕГЭ. И я очень, я надеюсь, что что-то будет усовершенствоваться, меняться этот инструментарий. Но вы, кстати, знаете, я хочу здесь рассказать, ну, такую небольшую историю про свою старшую дочь. Лет в 10 ей было, и я думаю, ну, тоже вот, опять же, образец идеальной матери. Ну, как-то уже по музеям надо водить, что-то я упускаю. Потому что мы не ходим в Третьяковку каждый месяц. Да, да. Я ее повела, мы поехали в Питер, я ее повела в Эрмитаж. Доченька, смотри, это же Ван Гог. Доченька, смотри, какая картина. Ну, то есть я в полном восхищении, я вижу абсолютно грустное лицо своей дочери. Вот ни одной мысли в глазах. Ну, и водила, водила, и она потом так тихо. Мам, а мы скоро кушать пойдем. И вот я тут честно себе призналась, все Дмитриева. Сапожник без сапог, признайся себе, что ты упустила своего ребенка. Ну, что ж, ну, вот так. Вы знаете, ровно через 4 года, ей исполняется 14 лет, а я смирилась. Ну, вот так, ну, вот такая она. Зато человек хороший. И тут она мне говорит, мам, ты знаешь, а я вот такие ретро-фильмы посмотрела. Ты знаешь, мама, я очень полюбила историю России, вот знаю все про это. А вот здесь, там, я единственная девочка в классе, которую «Войну и мир» прочитала. То есть она прочитала мне всю классику. Ну, в итоге очень тонкая, чувствующая, образованная девчонка, да. Я просто к чему, что не нужно здесь сравнивать, и нет никаких норм, что вот в 10 лет вот это-то должен, оно придет, оно накопится. Сейчас и каждый ребенок воспринимает в своем темпе. Кто-то немножко сейчас, ну, как будто я говорю, в спячке какой-то ребеночек, он потом раскроется. Есть другие картины. Очень рано начал, прям такой вундеркинд, а потом ушел и не показывает каких-то выдающихся способностей. Поэтому надо позволить своему ребенку идти в собственном темпе. Очень важный совет. Да, и не сравнивать его с другими. Александр, последний вопрос, хотя, конечно, у меня их сильно больше, но последний вопрос вот в этой теме. Все-таки я немножко побурежу насчет вот время другое. Да, имеете право. Да, ну, не знаю. По крайней мере, как ведущие разве что. Фоновые знания. Вот, опять же, меня все время обескураживает. Ну, понятно, что они не могли расти на советских фильмах, но последнее из, значит, проходим там заголовки с детьми. Я говорю, ну, вот «Вена перестает быть томный заголовок». Я говорю, обыгрывается какая фраза? Мы выясняем, что мои первокурсники не знают фразу «Вечер перестает быть томным». Вот они ее никогда не слышали. По крайней мере, может, слышали, но она не отложилась. Но вопрос у меня с другой стороны. Мы же тоже должны их язык знать. Вот что вы делаете? Вы что, слушаете Моргенштерна, Хаски, Фараона? Как, насколько это важно? Честно, да, я держу руку на пульсе. То есть рэп для вас – часть повестки. Я интересуюсь современной музыкой. Я слушаю интервью с теми людьми, которые… Молодежи интересные, чтобы понять, что их так зацепило. И иногда даже я понимаю. Честно говоря, нет. То есть это важно и нужно, да? Я стараюсь. Иногда что-то меня коробит в этих исполнителях. Что мне кажется, это не мое, конечно. Но я пытаюсь понять, почему ребятам это нравится. Да, ведь в каждом поколении нам что-то нравилось то, что осуждали наши родители. Да, само собой, да. Это мы все понимаем. Но вам это помогает? Да, и над нами ребят очень смеются иногда. Если у нас бывают капустники… Но это смех, который сближает, наверное, да? Да, они нам задают вот какой-то сленг свой молодежный, и мы должны определить, что это. Перевести даже. Я понимаю, что, да, я плохо в этом соображаю. Я стала узнавать, уточнять. Конечно, я должна понимать ребят. Иначе очень будет большая пропасть. Я уже, знаете, иногда теряюсь. Вот я выхожу к ребятам на какие-то беседы нравственного характера, или там что-то происходит. И я ловлю себя на мысли, что не работают те вещи, которые были… Да, совершенно вас понимаю. Мы проваливаемся, потому что они не понимают, о чем речь. Вот стена, пустота. То есть я даю какой-то посыл, и я не вижу отдачи. Никакой. Значит, я должна искать какие-то другие формы. В нас проблемы, не в них. Не в них, не в них, во мне. То есть я где-то там еще, вот в этих беседах назидательных. Причем я спорю, я ищу со своей командой. Вот, например, мы же должны по правилам дорожного движения. Но иногда, ну насколько это бывает скучно и формально. Пришел представитель ГБДД, ходите, ребята, на зеленый свет. Ушел. Вот что, это отложится? Это запомнится ли? Будет ли от этого толк? Я говорю, нет, давайте найдем формат, который ребятам будет понятен. Нет, мы ищем все-таки. Я хочу, я хочу найти тот язык и те подходы, чтобы ребятам современным были понятны, но при этом говорить о тех ценностях, о тех традициях, которые я хочу им передать. Что педагогика, передача опыта. Знаете, я что хотела тоже сказать, вот, может быть, закрывая эту тему. Еще причина вот какого-то инфантилизма, ребят, да, мы пытаемся наших деток уберечь от страданий. Я часто вижу, и я делала такую ошибку с первым ребенком. Мне хотелось вот такой волшебный зонтик над своим ребенком, как бы, условно сделать, что все стрелы от моего ребенка отпадают. Ну, естественно, родительское желание. То есть, естественно, да, чтобы зла никакого мой ребенок не видел. И ты воспитываешь ребенка как принцессу, не знаю, вот девочку, да, и что это плохо? И я встречаюсь в своей работе. Ну, например, когда я вижу, что там дети в столовой кидаются хлебом, ну, конечно, я им покажу и расскажу о блокадном Ленинграде. Конечно, я подберу фотографии, которые не испортят психику маленького ребенка. Когда я читаю «Лев и собачка», я читаю так театрально, ну, вот насколько я могу выжить из себя это, мне хочется, чтобы ребенок сопереживал. И вы знаете, я тоже наблюдаю. У меня 10 лет назад из 25 детей плакали все детки на «Лев и собачку», одна девочка насупилась. Ну, я ее пыталась как-то. Через 10 лет я читаю «Лев и собачка», думаю, может, со мной что-то не так. Пустой взгляд у деток. Одна девочка слегка нахмурилась. Вот это способность... Вы понимаете, что мы готовим деток к взрослой жизни. Если мы их не научим страдать, переживать, сталкиваться с трудностями, они к этому будут не готовы. То есть мы им плохую услугу этим делаем. Ведь они все равно выходят во взрослую жизнь. Уважаемые взрослые, у вас что, легкая жизнь? Вам что, не больно? Вы не страдаете? Но к этому так же, как мы мускулы наращиваем, да, к этому тоже надо душу свою тренировать. И вот ребенок выходит во взрослую жизнь, над ним был зонтик, он не видел ничего плохого, он не сталкивался ни с какими грустными моментами, и вдруг он в это выходит. Он чувствует себя абсолютно беспомощным, поэтому иногда уход в инфантилизм, иногда бывают какие-то более грустные и страшные вещи. Но мне иногда родители говорят, Ольга Александровна, мы запрещаем нашим детям негативный контент о страдании. Это самое плохое, что вы можете сделать для своего ребенка. К этому тоже деток надо готовить. Жизнь бывает разная, всякая. Надо учить потихонечку держать удар, встретиться с какой-то несправедливостью, с какой-то там подлостью по отношению к тебе и так далее. Хороший человек – это тот, который может на себе остановить цепочку зла. Для вас это связано с вашим христианским отношением к жизни. Провокационный такой может быть немножко вопрос. А кому нужно больше терпения – учителю или директору? Учителю. Учителю. А почему? Потому что вы понимаете, что учителя сейчас смотрят на нас. И их больше, чем директоров. Нет, вы знаете, все-таки учитель непосредственно… Учителю еще директора надо терпеть. Учителю много что… По многим вопросам надо с терпением ко многим вопросам относиться. Во-первых, детки сейчас очень разные все. И действительно, индивидуально подходить к каждому ребенку – это нужное терпение. Родители переживают, понятно, они отдают нам самое ценное, что у них есть. Иногда им кажется, что они лучше знают, как надо учить, воспитывать. Я с уважением к этому отношусь. Но это требует колоссального терпения. Немножко им объяснить, где-то переубедить. Учителю. Да. Очень много нового. И учитель должен быть гибким и уметь адаптироваться. А мы… сложно у нас с этим в педагогике. А учат этому, когда готовят учителей? Вы знаете, Владимир Владимирович, я не знаю, честно говоря. Так в высшую школу не погружалась. Но у меня есть предложение для высшей школы, как сейчас надо готовить учителей. И мне кажется, нужно пересмотреть многие вещи. Потому что школа времен, не знаю, 20-30 лет назад и сейчас – серьезные изменения. И нужно менять в высшей школе подход и психологии, и конфликтологии, и риторика, и общий уровень развития. И вот, кстати, чтение литературных произведений, такой обязательный списочек сделала. И практики нужно больше. Поэтому у нас есть, конечно, у всех представителей образовательных организаций некие предложения к высшей школе, как еще лучше готовить учителей. Что касается директора, ну, безусловно, знаете, мне понравилась фраза, что хороший человек – это тот, который может на себе остановить цепочку зла. И вот я к себе это очень часто применяю. Ну, условно, ну, кто-то истрепал мне нервы по работе, да? Ну, что первое хочется? Ну, еще зло на кого-то. Эх, вы там или замы, или учителя все делаете не так. Нет, я беру паузу, я так это подышала, подумала. Я не хочу распространить. Потому что, смотрите, если я на учителей, учителя на детей, дети на родителей, вот эта цепочка зла будет бесконечна. Поэтому я стараюсь быть терпеливой, и я стараюсь с пониманием относиться к родителям. И вообще, мне кажется, важным, чтобы в образовании работали люди, или которые недавно были родителями, или есть родители, или у которых внуки хотя бы есть, чтобы они не отрывались от земли. А вот вы все-таки немножко говорите про родителей, как, знаете, такое неизбежное зло, вот оно есть, вот надо с ним... Вот скажите, пожалуйста, вот для директора, учителя, ученики, родители, с кем больше всего терпения нужно? С родителями? Нет, нет. Вот, если честно, я открытый директор, я люблю родителей, но я их жалею, наверное, так, честно. Этих несчастных... Ну, мне кажется, им сложно, им сложно, и жизнь сложная, и стресса много. И если там... и один, если ребёночек, и если и больше, чувствую иногда какую-то беспомощность. И эта беспомощность иногда выражается в агрессии по отношению к нам. И мне кажется, это ужасно. Я вообще не люблю делать это разделение родителей по одну сторону баррикад школы, по другому. Нет, я всегда говорю, ребят, мы все вместе. Вместе, конечно. Мы делаем одно дело, вы с одной стороны, мы в другую, давайте договоримся, да? Потом нет, ну терпение, наверное, всё-таки и с педагогами, и с детками. Потому что педагоги люди очень ранимые. Это всё-таки особая категория людей. И здесь иной раз там не то слово подберёшь, не похвалишь, как-то словом не поддержишь. Очень болезненно иной раз педагоги воспринимают. И, в общем, я стараюсь быть терпеливой. А вот к вопросу о фразах, запомнившихся у моего дорогого учителя Юрия Павловича Вяземского в произведении «Шут» есть такая, там герой говорит, я педагог по призванию, а он по недоразумению. Вы согласились бы с этим? Согласилась. Что есть и те, и другие, да? Ну, есть категория людей, которые пошли, чтобы иметь некую власть. А вы с такими вот, как директор, сталкиваетесь? И что вы делаете? Что вы делаете? Вы терпите их? Нет, если я понимаю... Увольняете? Да, если я понимаю, что некая профнепригодность, которая может покалечить психику ребёнка, да, я пытаюсь убедить, что этому человеку не стоит работать в школе. Если мне приходится принимать вот такие решения об увольнении, я пытаюсь объяснить, чтобы у человека или было понимание что-то в себе исправить, если он всё-таки решил остаться в профессии, пойти в другую школу. Или, может быть, пересмотрел свою профессию. А вот по родителям, чтобы, как сейчас принято говорить, закрыть гештальт. А вот что бы вы хотели, чтобы родители, вот самое главное, знали и понимали про школу, про учителей? Вы знаете, я очень мечтаю, чтобы к профессии учитель и к образованию родители относились с таким же уважением, ну, не знаю, как к хирургу, потому что вам же не приходит в голову хирургу объяснять, как ему делать операцию. То есть не так режешь. Да, поэтому всё-таки мне бы хотелось, чтобы пришло у родителей понимание, ну, воспитывать собственного ребёнка, это ещё не значит, что ты можешь, что ты знаешь методику, что ты лучше понимаешь человека, который отучился, много работал. Ну, прислушайся как к специалисту, да. Научись не сразу заниматься каким-то критиканством, а сначала выясни, потому что, может быть, в том, что тебе говорит педагог, есть какая-то очень важная вещь. Поэтому вот когда мы будем друг другу доверять представителям разных специальностей, вот тогда, мне кажется, будет всем легче. И что касается, ну, вот, вы знаете, информации о школе, я всегда, меня очень расстраивает, когда мы обсуждаем на кухне с детьми школу или учителя. Мне кажется, это очень неправильно. Одно дело выяснить, ну, что тебе непонятно, что тебе не понравилось, что ты расстроился. А вот скажите мне, пожалуйста, тогда, у меня, к сожалению, я себя ловил на такой педагогически, может быть, неверной истории, но вот ребенок пришел, говорит, а сегодня вот учительница сказала то-то, то-то. И мне активно, я сейчас, к сожалению, не могу привести пример, потому что без примера плохо, но мне это активно не понравилось. Я понимаю, что я же не могу сказать, она сказала глупость, там, это неправильно. Но я вынужден на это реагировать и говорить, что может быть, ну, я стараюсь сказать, может быть, ты не понял, там, или не поняла, да, если это дочка, может быть, это, но я, тем не менее, свое несогласие обозначаю. Это, вот, правильно я делаю с вашей точки зрения? Ну, несогласие, да, то есть не осуждение, да, и какое-то закидали учительницу уж совсем каким-то негативом. Несогласие, да, потому что все мы живые люди. Конечно, учитель может ошибиться, и учитель может попросить прощения, если он неправ, и это абсолютно нормально. Это наша следующая часть, тогда мы об этом поговорим. Но не должно быть вот осуждения и критиканством. Лучше сказать, ты знаешь, давай мы, наверное, уточним учителя ее точку зрения, да, и разберемся в этой ситуации. Потому что в любом споре, в любом конфликте надо две точки зрения услышать. Вот, Ольга Александровна, к вопросу о двух точках зрения. Вы недавно оказались, так сказать, в центре такого медийного внимания. Я, с вашего позволения, может быть, вам не очень хочется на тему говорить. Я тоже не хотел бы слишком подробно, но все-таки, мне кажется, стоит сказать. Вы в Фейсбуке, да, то есть не на сайте школы своей, не где-то, не как директор, а просто как человек, у которого есть личное пространство, которое мы, вроде как все говорим, должны уважать. Вы сказали, что вот ваши православные друзья передали такую молитву, прошение о России, вот каждый день, как это называется, молитва по соглашению, да, и вы опубликовали этот текст. И тут началось. Ну, понятно, что были разные, конечно, как всегда, отзывы. Кто-то говорил, хорошо, кто-то, значит, как вы могли. Потом этим заинтересовались СМИ, у вас было в Московском комсомольце, это такое большое интервью, где вы объясняли. Насколько для вас эта ситуация оказалась неожиданной, и что вам сложнее всего было терпеть? Вы правильно подобрали слово, Владимир Романович, неожиданное. То есть это был такой удар, к которому я действительно не была готова, и я даже сначала немножко растерялась, потому что я не медийное лицо, которое обычно подвергается какой-то атаке. Я действительно, это моя частная жизнь, я никогда не скрывала своей религии, я с удовольствием делилась какой-то религиозной информацией, и я не ожидала такой реакции. И потом уже, пообщавшись с кем-то из своих приятелей, с которыми мы так и так обмениваемся, но только через WhatsApp, этими такой информацией, они мне говорят, чего такая смелая, вот мы ничего не размещаем подобное. И я вот здесь, наверное, у вас хотела спросить, потому что, как у человека, который это знает, я пропустила что-то, то есть я вообще не поняла, с какого момента вдруг стало не модно быть, не в тренде, открыто заявлять о своей религии. Вот когда вдруг это произошло? Нет, я, конечно, наблюдала там нападки на церковь, но так же, как и нападки на образование, на школу. Но я впервые столкнулась с тем, что оказывается, то есть если ты хочешь потерять какое-то уважение к себе, какой-то части общества, ты должна открыто говорить о своей религиозности. Вы знаете, я вот, да, с вашего позволения тоже хотел бы здесь несколько слов сказать, потому что мы, ну, это попало в поле зрения, вот, там, нашего отдела, и мы мониторим, вот, и меня что здесь настораживает и огорчает очень сильно. Ну, во-первых, если говорить о коллегах из СМИ и об отзывах, большинство обвинений в вашу сторону, с которыми я столкнулся, они к реальной ситуации не имели никакого отношения. Вы не призывали детей своих молиться, вы не ввели обязательную молитву в школе, вы ничего этого не сделали, вы просто сказали, что вы верующий человек, и вам кажется, что стоит помолиться, вера, это важно. Все. Ну, а почему эти друзья не возмущаются, когда Рамзан Ахматович Кадыров говорит о своей вере, и говорит, и это вызывает колоссальное уважение, что он ради веры готов оставить и должность, и все остальное. Друзья, дорогие, вера – это предельная идентичность. Не то, кто я учитель, там, ведущий, что определяет мое отношение к добру и злу, но то, как я отношусь к добру и злу, определяет и то, какой я учитель. Вот вы сказали остановить там цепочку зла на себе, но это же понятно, что для вас это связано с вашим христианским отношением к жизни, и в первую очередь с этим. Это плохо, друзья? Мы вот это подвергаем сомнению. И вот это категорически, на мой взгляд, что меня больше всего удивляет, да, это передергивание. То есть, значит, атеизма своего учителя не должен стесняться. А вот я говорил с одним директором, с вашим коллегой, замечательным человеком, он говорит, да, вот мы про эту ситуацию. Он говорит, да, вы знаете, вот мы еще не можем привыкнуть, что мы люди публичные. Я говорю, простите, а если бы Ольга Александровна сказала, что она считает важными права ЛГБТ в современном мире, стали бы этим возмущаться? Сказали бы, какая прогрессивная, какая замечательная. Ну, просто хочу вам выразить всячески полную, так сказать, солидарность и поддержку. И мне кажется, что это очень странно. И это просто вот люди, которые борются за свободу выражения мысли, да, вот они просто здесь сами наступают, здесь вот на... Ну, этого делать нельзя. То есть, если уж человек, если мы говорим о свободном обществе, человек должен иметь право свободно высказывать свою точку зрения. Тем более, что, повторяя, никаких границ, которые существуют, вы не нарушили. Вот насколько мы подробно, да, занимались этой ситуацией, ничего не было здесь, ну, никак. Ну, и для меня вообще была неожиданность, что сейчас можно так делать новости. Да, отвечая на ваш вопрос, что было терпеть тяжелее всего, это, наверное, отсутствие уважения к чужому мнению, к чужой жизни, к чужому праву. Вот это, наверное. Ну, не считая там ненависти, оскорблений, которые тоже посыпались от людей, которые меня даже не знают. Ну, к этому сложно привыкнуть, наверное. Да. Ну, попростим их. Конечно. Тем более, что у нас следующая тема – прощение. Конечно. Очень большая ошибка, тоже последнего времени, ставить ребенка во главу угла. Это модель потребительского общества. Покупатель всегда прав. Вот вы уже сказали, что учитель может попросить прощения у ученика, да? А вот директор в каком случае должен попросить прощения? И были ли у вас случаи, когда вы просили прощения у учеников, уже будучи директором? Задумалась только это. Задумалась. Вспоминаю. Просила ли прощения. И директор, и должен, и может просить прощения. Но у учеников у меня, наверное, не было такой истории. Нет, ну, может быть, если я ошиблась, там, может быть, я, если ругала ребенка за то, что он не сделал, да, и потом выяснилось, что это не он, а кто-то другой, то в данном случае, конечно, я извинюсь. Да, я считаю, что мы должны просить друг у друга прощения. И даже если кто-то, там, старше у младшего, да, или, там, не знаю, руководителю подчиненного, обязательно, обязательно. То есть у учителей приходится просить прощения? Учителей, прошу прощения, да, абсолютно искренне. А вот давайте с другой стороны это посмотрим. Ведь нас в каком-то смысле, вот эта вот современная атмосфера, что ли, она скорее иногда даже подталкивает к тому, чтобы, ну, где-то вот сдаться, да, может быть, попросить прощения, может быть, там, где-то вы делаете не нужно. Я, знаете, вот помню, я учился в университете в Штатах по обмену, ну, это тогда широко было распространено в 90-е годы, вот в 93-94 год я учился в Калифорнийском университете. И я очень хорошо помню эпизод, когда на лекцию пришел пьяный студент. Ну, он просто был там, ну, в дрова, как говорится, он заполз, сел на вот эти кресла, ну, не кресла, стулья такие, которые у нас в Калифорнии были. И поскольку он вот так вот болтался, то преподаватель его, я не могу сказать, выгнала, она его удалила. Она как-то очень долго расшаркивалась, потом, когда она видела, что он вот начинает что-то еще говорить, она сказала, что вы должны покинуть, значит, аудиторию. И было видно, что она настолько боится. И вот уходящему, уже его, уползающему из класса, из аудитории, она говорила, это только на сегодня, это только на сегодня, вы завтра. И я сидел и не понимал, что происходит. Мне казалось, что его надо взять просто и выбросить оттуда, потому что он нарушил все, что можно. Он пьяный пришел на занятия. Вот есть такая у нас проблема, я не имею в виду пьяных учеников, но вот в эту сторону. Есть, что сейчас, когда ты делаешь замечание, это должен быть предельно корректен, но ни в коем случае нельзя переходить на личности. Или помните, если раньше на родительских собраниях в советский период нужно было сказать Иванов, Петров, Сидоров, там, при всех. То сейчас ни в коем случае ты не можешь назвать фамилию при всех. То есть проблему конкретного ребенка ты решаешь с конкретной семьей, но это, наверное, и верно. Ну да, я, собственно, хотел спросить. Поэтому да, вы знаете, что есть такое дело, что надо подбирать слова. Ну, вы знаете, вот мне кажется, что с одной стороны, вот уважение достоинства другого человека, маленького человека, там, человек, оно абсолютно правильно. Меня-то здесь смущает то, что как раз вот я хотел об этом поговорить, когда мы про ребят говорили в теме надежды, да, что они, очень хорошо понимая свои права и требуя уважения к себе, не понимают, что эта дорога совершенно, вот, абсолютно с двусторонним движением. Что это предполагает ведь и колоссальное уважение учеников к учителям. Я не могу смотреть, вот, когда в YouTube выбрасывают это видео из школ, где ученики, или там ученик просто открыто издевается над учителем, понимая, что если учитель, как вы говорите, перейдет черту, виноват будет учитель. Но это же недопустимо то, что делает ученик. Я с вами абсолютно полностью согласна. Не должно быть безнаказанности, да. И поэтому мы должны учить ребят жить по правилам. И вообще, мне кажется, такая очень большая ошибка, тоже последнего времени, не ставить ребенка во главу угла, вот, его ставишь в центре, и все взрослые вокруг него вращаются. И учитель тоже должен. Нет. Это модель, извините, это модель потребительского общества. Покупатель всегда прав, вот, ты пришел, и все это, давайте мы вам здесь. Ни в коем случае. Я тоже объясняю, как вы, извините, 40-летние умные люди не можете поставить на место или заставить жить по правилам, ну, 7-летнего пацана. Ну, почему такая беспомощность вдруг? Ну, и взрослые должны им подчиняться. То есть это общие правила. Совершенно верно. А вот чуть-чуть, если, может быть, даже в сторону темы прощения, но очень важная. Вот дружба учителя-ученика, да, учителя с учениками. Вот вы какой придержитесь точки зрения, вот, скажем, темы дистанции? Я помню, я когда начинал преподавать, и вот одна замечательная профессор с нашей кафедры, она мне сказала, вы знаете, Володя, ну, вот я вижу, что вы так общаетесь со студентами, и так демократично, и все. Но запомните, что в преподавателе должна быть загадка, и обязательно должна быть дистанция. Обязательно. Вот преподаватель – это преподаватель. Вот в школе, может быть, это еще больше? Нет, как вы считаете? Нет, вы знаете, немножко, это, опять же, вот разговор про образ, да? Образ тебя как преподавателя, образ тебя как учителя, образ тебя как родителя. Вот ты должен искусственно создать какую-то дистанцию, опять закрыться. Вот я такой идеальный в этом. Это плохая история. Я за общение, я за дружбу. Понятно, что она все равно в каких-то рамках, потому что мы разные по возрасту, по культуре. Но что тут важно? И ребенок твой, и ученик, он должен понять, что ты в первую очередь человек. И я вот, например, своим детям я научилась комментировать. Я раньше тоже была такая идеальная мама. Вот я идеальная должна быть, идеальная на работе, идеальная дома. И в какой-то момент я понимаю, что я морально не справляюсь. И это неверно. Да и дети видят мою идеальность и думают, о, ну мы до уровня мамы-то никогда не доберемся. Уж мы будем не идеальными. Я в какой-то момент стала ребятам своим детям и ученикам тоже. То есть я не боюсь показаться, я могу быть расстроенной, мне может быть больно, я могу растеряться, я живой человек. Я это показываю и комментирую. А, извините, а граница где? Понимаете, вот вы живой человек, вы пришли, вам тяжело, вам надо провести урок. И, в общем, на них не должно отражаться, что вы... Абсолютно верно, но я могу сказать, там, если на вопрос, Ольга Александровна, нам вот кажется, что вы сегодня немножко расстроены. Это не скачется на качестве занятия. Я скажу, да, ребят, вот, к сожалению, у меня сегодня был тяжелый день, вот я немножко расстроилась, ну, я там справлюсь, у меня вот есть там такие-то ресурсы. Но я должна немножко побыть в этом грустном состоянии. Я за искренность. Дистанция, она есть, конечно. Это, знаете, как у нас в педагогике есть такой важнейший принцип, учет возрастных особенностей. Ну, то есть твой опыт, он вот такой побольше, да, а опыт, там, твоих студентов, твоих деток, он поменьше. Естественно, ты, когда дружишь или общаешься, ты учитываешь их опыт. Но все равно надо быть искренним, не надо эту дистанцию создавать искусственно. Где та граница, которую, ну, вот, ведь учитель может очень сильно влиять на учеников. И именно, когда вот он кумир, когда они захвачены его личностью, тем, как он преподает, и они могут много всего наворотить. Вот как здесь есть какое-то понимание границы, вот, не знаю, понимание ответственности, что это? Да, мне кажется, не надо давать какую-то конечную точку, к чему там должен дойти ученик. Я сейчас объясню, я помню тоже моей старшей дочери, мы ее готовили быть дизайнером. И вот, и художественная школа, она мечтала все. И был какой-то урок, и преподаватель сказал, ну, ребята, кто кем хочет быть, и она называет. И педагог ей говорит, Ксюша, тебе кажется, это вообще серьезная профессия? Вот она вообще нужна людям-то? Вот уверена, что, ну, там, условно, в какой-то кризисной ситуации, вот, нужны будут эти дизайнеры. И все, у меня ребенка перевернулось отношения, он говорит, мам, ты знаешь, я не буду идти. Это какая-то ненужная. Из-за одного разговора, да? Из-за одного разговора. Поэтому, вот, наверное, категоричность надо убирать. Вообще, это в жизни не только учителей касается, да. Мне кажется, я вот в 20 лет знала ответы на все вопросы. Я говорила четко, уверенно. Сейчас я даже пересматриваю свои видео, иногда я пишу видео, там, для детей, для родителей. И у меня появилось слово паразит, мне кажется. Ну, пусть лучше будет так. И то же самое в отношении с другими людьми. Ты можешь дать какие-то маячки, ты можешь дать, куда посмотреть, ты можешь очертить пространство, но не надо говорить очень четко, что тебе надо, а что тебе не надо. Да не надо быть категоричным. Вот, наверное, это. Любовь – это как музыкальный слух. А что делать тем, у кого медведь на ухо наступил? Я, может быть, такой задам банальный вопрос, но я сразу чуть поясню. Можно ли быть хорошим учителем и не любить детей? Я понимаю, что вот, конечно, вот у меня самого, я понимаю ответ, что нет, это невозможно, но вот в жизни, вот, например, в институте у нас, я как минимум знаю одного преподавателя, замечательного по языку, которая сама говорила, я не люблю студентов, ну, не люблю я их. И, в общем, они это чувствовали, при этом она, так сказать, давала знания, и это действительно была очень такая вот, как говорят, хорошая преподаватель. Вот может такое быть в школе или нет? Вы знаете, я всё-таки считаю, что педагогика – это призвание. И когда вот говорят об учителе, это учитель от Бога. Это замечательно. Конечно, таких… Это штучная история, да? То есть всех таких учителей от Бога нет. Ни в одной школе не может, наверное, быть. Можно к этому приблизиться. Если мы говорим о призвании, то ты должен любить людей в первую очередь. Да, неважно, маленький – это человек большой. Если ты не любишь людей, всё-таки, конечно, можно отнестись к этому как к технологии. То есть ты узнаёшь инструменты, как можно учить методики, и выходишь. Но это считывается. Это считывается, если ты технолог, если ты урокодатель, если ты не отдаёшь частичку… Урокодатель, интересно. Да, урокодатель. Ты не отдаёшь себя, своё сердце. Ты не любишь. Это считывается, и ты то же самое получаешь в ответ. И КПД твоего урока, твоих знаний точно такой же, как и ты отдаёшь. Наверное, такие примеры случаются. Но мне кажется, лучше тогда идти в науку и писать, не знаю, какие-то пособия по педагогической науке. Ну это же ужасно, если посуды по этой… Нет, то я имею в виду про технологии, да, не про то, как надо любить. Конечно, ты не можешь научить тому, чему сам не владеешь. Вообще, знаете, в плане любви мне раньше всегда казалось, что любовь – это как музыкальный слух. То есть он всем даётся с рождения изначально, там, способность любить. Но дальше, ведь у музыкального слуха есть огромное количество уровней. И если ты этим не пользуешься, если ты… Не развиваешься. Не развиваешься, да, ну ты остаёшься в каком-то своём зачаточном состоянии. И сложно там к другому человеку подойти, вот, я тебя так люблю, я так люблю, что ж ты меня так же не любишь. Да он любит, как может. Ну просто у него это вот так развито, да? Ну а что делать тем, у кого медведь на ухо наступил? А вот, вы знаете, оказывается, уже доказано, что музыке можно научить любого, и музыкальный слух можно и нужно развивать. То же самое с любовью. Если упражняться, это только упражнение для души, для любви. Можно научиться любить. Мне раньше, знаете, казалось, что вот я выбрала такую профессию, я так люблю людей, я так люблю людей. А потом я поняла, что я себя лещу. Конечно, хорошо уметь любить людей приятных тебе или нейтральных. Или далёких от тебя. Или далёких от тебя. А вот для меня примеры, кто действительно любит людей, те, кто открывает хосписы, кто работает с зависимыми людьми, да? С детками, у которых сложнейшее нарушение. Вот любовь, ты так можешь полюбить, да? Поэтому это такой идеал. Надо всё равно в себе это развивать. Надо учиться любить. Надо учиться любить. Это не даётся один раз и навсегда. И ему, в общем, нет предела совершенности. А вот говорят, в такой клише тоже есть, что дети чувствуют фальшь. Ну, это, наверное, так и есть, да? То есть не то, чтобы это какое-то ложное клише, но взрослые тоже чувствуют фальшь. А в чём здесь вот особенность, на ваш взгляд, если она есть у детей? Почему мы обычно подчёркиваем это, что вот детей нельзя обмануть? Ну, во-первых, я считаю, что можно обмануть. А во-вторых, вот что они такого на самом деле чувствуют особенного, чего, может быть, взрослые не чувствуют? Дети к радости, они пока непосредственные, искренние. И очень хочется, чтобы это дольше осталось. Я вот вам говорила, что мне нравится в детях и в подростках, что они ничего как-то из себя не изображают. Поэтому, да, и, конечно, они, вот знаете, как, если ты такой, подобное притягивает подобное. Ты ожидаешь, что и с тобой так же, если ты искренне. Я помню, у меня мальчик, которого я не спросила на уроке, он тут же головой бьётся, а партой. Я говорю, милая моя, что ж ты так реагируешь? А я хочу, чтобы вы только меня спрашивали. Он искренний в своём порыве. А что делать? Ну, мы с ним остались, поговорили. Говорю, мой хороший, ну, у меня же 30 деток. А ты хочешь, чтобы я только с тобой? Да, Ольга Александровна, я хочу, чтобы вы только меня одного учили. Ну, вот мы с ним разговаривали. Правильно, я в школу не пошёл. Нет, это невозможно. Да, то есть они искренние. Конечно, они ждут от нас абсолютно такого же. Поэтому, ну, безусловно, ты здесь не можешь ребёнку, там, ответить на какие-то вопросы, так как оно есть, ты как-то подбираешь слова. Но всё-таки, я думаю, что врать не надо. Просто, может быть, надо ответить согласно возрасту ребёнка. То, что он сейчас способен от тебя понять. А если вы ошибаетесь? Я имею в виду, ну, вот если вы неверно оцениваете, что он способен, понять. Да, может быть, может быть и так. Да, можно совершить ошибку. Потом надо исправить, сказать, ты знаешь, я ошиблась. Да, я ошиблась. Я вот неверно. Ну, я думаю, не надо вообще стесняться делать ошибки. Не надо стесняться быть нормальным человеком, который, в принципе, может ошибаться. Это спасает от страхов. И вообще, кстати, знаете, как мне казалось, что раньше, вот когда я только начинала свой путь в вере, мне казалось, ой, да надо же, как много запретов, как много чего мне нельзя, да, и как же сложно это всё. А сейчас, по мере моего прохождения по этому пути, вера даёт мне свободу. Свободу от страха. От страха сделать ошибку, от страха, что тебя осудят, от страха потерять что-то, от страха заболеть, да. И так далее, и так далее. И вот я когда это осознала, я поняла, что это чудесно. Потому что всё, что нас сковывает в жизни, это страх. Это в плену нашего страха. И когда ты по мере прохождения к Богу, к вере от Него освобождаешься, от этого страха, невероятную свободу приобретаешь. Есть, опять же, такой неприятный, наверное, для учителей, такое клише, да, такой стереотип, что школа может убить свободные порывы, любовь, там, к предмету в том числе. Ну, особенно многие про советскую школу вспоминают это часто, хотя у каждого тут был свой опыт. А вот всё-таки есть же проблема, когда ребёнок должен заниматься, да. И я вот знаю, что сейчас вот в некоторых школах новых, экспериментальных, там, или, может, они уже не экспериментальные, но делается упор на то, что ребёнка вообще не заставляют. Родителям говорят, ни в коем случае не заставляйте, вот, он же уже двоечник, пусть вот он там упадёт до самого, так сказать, потом он сам должен подняться и так далее. Вот для вас, как вы считаете, вот решение этой проблемы есть, любовь, там, к предмету, не знаю, к великой русской литературе, где граница, которую нельзя переступать? Что здесь опасно, что может эту любовь убить, задавить в ребёнке, не дать ей вырасти, а что будет её стимулировать и рождать? – Честно, я и здесь, и золотую середину, я за заставлять. Я объясню, почему. Потому что всё-таки в нашей жизни мы готовимся и к труду, и к тому, что ничего не даётся легко, просто взяла и вот тебе на какое-то усердие, какое-то преодоление себя, воля. Вообще вот это чувство произвольности. То есть когда тебе что-то не хочется, тебе в окно хочется посмотреть, а ты должен вот буквку писать. И это важно, научить этому ребёнка. Да, конечно, нужно поддерживать интерес к предмету, вот какой-то хороший баланс между интересом, приоткрыл ты это окошечко, но чтобы этого достичь, надо немножко потрудиться. Я против того, чтобы педагогику превращать в такую анимацию, чтобы только было… Мы только развлекаем, только жизнь такая веселая, интересная, давайте… Ой, заскучал, бедненький, всё, ему скучно, плохо выделать, давайте поменяем. Ну, скучно, да, вот прописывать буквы, это действительно скучно, да? Ничего весёлого в этом деле. Но это важно, труд, усердие, а как дальше-то? Поэтому, ну, безусловно, можно это обыграть. Ой, смотри, какой ты молодец, а какая у тебя буквка самая красивая? Вот это, давай её обведём, видишь, как здорово, ой, давай ещё сделаем рядок букв, и у тебя же две буквки. Мне уже захотелось писать, да. Можно обыграть, но всё-таки мы заставляем ребёнка трудиться, без этого невозможно. Всё время развлекать, и какой-то такой праздность какой-то, но нет, нет. Интерес, он придёт, всё равно есть, все детки разные, кому-то интересна география, кому-то ещё что-то. Ну, безусловно, должен быть тот минимум образованного человека, даже нравится, не нравится, но нужно. Я заставляла читать, например. Я, да, из-под палки, да. Сначала плохо, сначала со слезами, потом вон у меня все читаю ещё ничего. Вот вы замечательно, ещё раз скажу, замечательно описали веру, и как она освобождает, мне кажется, очень точно. Но вот, а про любовь, если сказать, вот знаете, кто-то из моих гостей заметил, что в силу затасканности слова и того, что только не называют любовью, мы вынуждены порой любовь описывать через что-то, да, через какое-то другое понятие. Кто-то говорит, что это открытость, кто-то говорит, там, жертвенность и так далее. А вот каким ваше слово будет для слова «любовь»? Любовь – это что? Искренность, честность по отношению ко всему, по отношению к близким, к стране, к работе, да, это какое-то искреннее желание. Вот мы говорим, да, когда говорят, вот любовь – это жертвенность, да, это когда, если ты любишь, то ты готов пожертвовать какими-то своими вещами, да, ради любимого. И так во всем, да, то есть если ты хочешь ближнему добра, если вот так, может быть, даже путем того, что он тебе сделал больно, но если ему будет от этого легче, вот ты позволяешь этому быть. Если родители, которые искренне там на тебя обижаются, тебя критикуют, если ему так будет легче, да, конечно, я постараюсь его переубедить. Вот если мы будем друг другу все-таки с любовью, с принятием, с сопереживанием, пытаемся, если человек там неприятный, условно как-то на тебя обрушился, ну, может, у него болит в этот момент, да, может, ему тяжело. Вот не кидайся сразу на человека. Поэтому, да, для меня вот любовь все-таки – это честность, искренность, потому что это нельзя сыграть, это нельзя как-то из себя изобразить. Это что-то очень настоящее, это самое настоящее, что у нас есть. Вот поэтому я вообще это очень ценю, искренность и честность во всем, и в профессии, и в жизни, и во всем абсолютно. Спасибо большое, Александр. У нас финал. Я вам говорил, что будет финал. Вот представьте, такая ситуация. Причем я читал, где-то она действительно произошла. Директор выясняет, что какой-то класс, пятый, шестой, седьмой, неважно, в полном составе прогулял урок. Но выясняется, что они дружно, ну, наверное, пятый все-таки, пошли вместо урока убирать памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Вот кто-то предложил, сказали, да, конечно, ребята, пойдем. Уж почему они пошли на урок, неизвестно, но вот факт остается фактом. Наказать нельзя похвалить. Где вы поставите знак препинания? Ну, Владимир Романович. История из жизни. История из жизни. Я бы и не наказала, и не похвалила. Я бы, безусловно, с ребятами поговорила, сказала, что да, это замечательно, что мы ухаживаем за памятниками. Это очень нужно. Но в следующий раз, если вы решите сделать, вы с нами посоветуйтесь, мы выберем более удачное для этого времени и вместе с вами сходим. То есть, конечно, я бы ругать не стала, ребят. Но и похвалить за срыв урока, за срыв школьных правил тоже не смогла бы. Поэтому вот здесь не знаю, какое знак препинания. Ну, возможно, это Соломоново решение. Спасибо вам огромное. Мне захотелось оказаться вновь в школе учеником. Я очень вам благодарен за эту беседу. Спасибо. Спасибо. Это была Ольга Дмитриева, а мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через неделю.